Спасти не по приказу. Сотрудники ДПС стали первыми свидетелями крупного пожара в жилом доме в квартале Красноградский. Пламя пушевало у полицейских, не оставалось времени на раздумье. Вызвав подмогу, они смело ринулись в горящее здание будить и оповещать людей о случившемся. Сотрудники полиции эвакуировали жителей, детей обогревали в патрульных машинах, а взрослых разместили в подъездах соседнего дома. Благодаря их отваге и бесстрашью все жильцы дома остались живы. С полицейскими встретилась наша съемочная группа. Каждый раз, выходя на смену, сотрудники ДПС думают о тех, кому может понадобиться их помощь. Но мало кто из нарядов в тот день мог представить себе, что этот выезд перевернет их жизнь. Во время маршрута патрулирования по улице Таежная в финском квартале увидели дым. Мы подумали сначала, мусорный ящик, а это самое горит. Ну, дай, думаю, заедем, посмотрим, что там как-то. Перед инспекторами открылась совсем другая картина. Двухэтажный жилой дом полностью в дыму. Кое-где уже открытый огонь. Времени на раздумья не было. В поздний час ни в одном из окон свет не горит. Жители деревяшки спокойно спят, не зная о грозящей им опасности. Как только мы к дому подъехали, получается, я увидел возгорание в районе второго этажа, третьего подъезда. Получается, сразу выскочил из машины, побежал в подъезд будить жильцов. В каждую дверь стучался, кричал, пожар, проснитесь. Подняться на второй этаж Эльдара уже не удалось. Лестничная площадка была заполнена едким дымом. Молодой человек бросился на улицу. Бежал в дом с другой стороны. На второй этаж начал кидать, ну, такие увесистые рядышки, чтобы разбить окна, разбудить людей с второго этажа. Люди начали просыпаться, но возникла другая проблема. Пластиковые окна не разбивались. Эльдару пришлось провести чудеса изобретательности и ловкости, чтобы помочь людям, попавшим в огненный плен. На окно первого этажа встал, подтянулся на антенну. Я вот уже не помню, как я вскарабкался на антенну на эту. И стал принимать детей. Первого ребенка помладше принял, вот напарнику передал. Второй был постарше. Тоже спустился. Ну, дети легкие, как-то легко все получилось. Вот, получается, с третьего человека, вот, с женщиной. Одними из спасенных стала семья Рыжковых. Это чудо, говорит Елена. Она, ее супруга, двое детей обязаны не только здоровьем, но и жизнью инспекторам. От себя, от имени всех жильцов поблагодарить, сказать огромное спасибо за спасение. Если бы не сотрудники, мы бы, конечно, все спали, и никто бы не проснулся, так бы и задохнулись бы. Я думала только о детях. И, в общем, ну, решила, сначала хотела детей просто уже в снег, как-то аккуратненько, в сугробы. Но тут Эльдар под окном. Я говорю, вы поймаете детей? Да, поймаем. Он залез, залез на эту антенну, благо, что антенна была у нас под окном, вот эта спутниковая тарелка. И он как-то, как-то он залез на нее, вот, спился. И, в общем, принял одного ребенка младшего, потом второго, ну, затем меня и мужа. Помощь подоспела. Пожарные, полиция, случайные прохожие все помогали, чем могли. Жильцы были благополучно эвакуированы, но их дом, а вместе с ним и все на житое, превратилось в залу. Дом горит, и ты осознаешь, что в этом доме могли, некоторые, этот, уже квартиры горели, причем он загорелся прям моментально. То дым сначала был, а потом сразу загорелось. И ты осознаваешь, что там могут быть люди, я не знаю, как это вырастется, как та бабочка, наверное, да, около лампочки, мечешься около этих окон, стучишь в эти окна, и думаешь, не дай бог там кто-то остался. Будешь, ну, всю жизнь думать, что я его мог спасти, а получается, что это я не доделал, и человек погиб. Вот это самое страшное было. Несмотря на слаженную работу спасателей, пожарных и сотрудников дорожно-патрульной службы, от многоквартирного дома остался обугленный остов. Но самое главное, благодаря отваге и героизму науренгойских полицейских, жизни 25 человек спасены. Марина Кашмак, Наталья Худяева, Николай Александров, Артур Цвелюк, служба новостей «Импульс».